Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан слышит все у садовой калитки и замирает. Бэрон припарковал машину и собирался пойти к ней, когда получил известие о том, что мисс Дести не заболела. Бэрон не хочет сейчас говорить об этом Дилану и идет к нему. Он видит, что Дилан все еще не вошел. Когда я спрашиваю, почему ты не вошел, Дилану плевать и говорит, что я ждал тебя. Они подходят к Ганну Сииту и Джевдету, которые вместе сидят в саду. Бэрон говорит, что у него есть работа, он не собирается останавливаться и уходит. Как только Бэрон уходит, Дилан спрашивает, я слышал, о чем ты говорил, я усыновлен. Господин Сиит не хочет отвечать, но когда Джевдет говорит, это то, что я хотел сказать тебе в последнем особняке, мои родители усыновили тебя, Дилан внезапно падает в обморок. К Гэжи Кадер в особняк вызвали врача, но давление у нее не падает. Гуль и Феррат прибегают и подходят к Гэжи Кадер, в то время как госпожа Азди говорит стоп и зовет к себе Феррата. Гуль идет к своей матери, госпожа Кадер, и узнает, что Феррат заболел после того, как узнал о ее предложении руки и сердца, и очень расстраивается. Феррат, с другой стороны, просит господина Хасн и Гэжу Азади объяснить, как вы могли сделать предложение этой девушке, в то время как господин Кудрет злится, говоря, оставьте его в покое и позвольте ему рассказать историю о ребенке. Тем временем приезжает Бэрон и, когда узнает, что врач сказал, что из-за чрезмерного стресса повысилось кровяное давление, он злится на людей в особняке, спрашивающих, кто так расстроил эту женщину. Тем временем Дилан в шоке и даже не пьет воду. Когда он спрашивает, кто мои родители, Ханифе подходит сзади и говорит, твои мать и отец умерли, мы заботились о тебе, воспитывали тебя, мы были матерью и отцом. Все это время точка. Бэрон отводит Феррата в сторону и спрашивает, ты расстроил эту женщину? Откуда поступило это предложение руки и сердца? Феррат злится и говорит, я знаю, что делаю. Когда Дилан говорит, что вы мои мать и отец, госпожа Ханифе говорит, не будь неблагодарной, мы заботились о тебе все это время, как быстро ты забыл. Дилан вспоминает момент, когда Ханифе приехала из Барана и дал ей по щечину, сказав, ты снова сбежала. Дилан тупо смотрит на нее и остается там. Джевдит завет моего дорогого брата Дилана, но Дилан не издает ни звука и, выходя, как дух, видит Цеврии из сада и спрашивает, что с тобой случилось. Дилан спрашивает Цеврии, знаешь, невестка, как ты скрывала это от меня все это время? Когда я сказал это Цеврии, Цеврии извиняется. Когда Дилан плачет, Цеврии умоляет его, пожалуйста, если Коробеи узнают об этом, кровная месть начнется снова, и мои дети останутся без отца. Феррат сказал Барану, я люблю Гуль, я не откажусь от нее. Когда Баран сказал, из-за твоего легкомыслия мой брат похоронен под землей, если я не позволю тебе причинить вред другому человеку, я выиграю, я не позволю вам причинить вред кому-либо еще. Приходит господин Кудрет и спрашивает, что происходит, ребята. Баран покидает Феррат. К Феррату приходит дядя Ахмед и советует ему поискать вину в себе, проявить терпение и настойчивость и работать до тех пор, пока все, что вы сломали, не будет исправлено. Дилан говорит, я все это время был приемным ребенком, это была большая ложь, боже мой, какое испытание, и его колени подкашиваются, и он бросается на землю. Тем временем мимо проезжает роскошный автомобиль, затем замечает Дилана и поворачивает назад. Госпожа Сабиха выходит из машины, берет Дилана на руки, обнимает его и пытается выяснить, что произошло. Они вместе садятся в машину. Когда госпожа Сабиха спрашивает, что нам делать, позвольте мне отвезти вас в особняк, Дилан говорит, нет, куда-нибудь еще. В то время как Джевдит Дилан говорит, что это было очень плохо, он не должен был так учиться, госпожа Ханифе говорит, что нам делать, она все равно собиралась учиться. Джевдит, ты не мог насытиться ложью и сказал, что твоя мать умерла. Когда я сказал девочке, что мне делать. Если бы я сказал, что госпожа Ханифе жива, я бы пошел за ней и искали ее. Было бы лучше, если бы Коробея узнали. Тогда приходит Баран. Господин Сеет спрашивает, где Дилан. Я собирался забрать его. Пока Джевдит ничего не мог сказать, госпожа Ханифе ушла, чтобы не опоздать, и сказала, что уже прибыла в особняк. Бэрон уходит, говоря, тогда я возвращаюсь в особняк. Госпожа Сабиха приводит Дилана к Гэжи Эйтен на могилу матери Барана. Госпожа Сабиха очень жалеет Дилана. Он звонит Барану и сообщает ему, говоря, что я ничего не могу сделать, но могу кое-что сделать для тебя. Баран был очень зол на Дилана и как только взял трубку, отправился им навстречу. Дилан рассказывает мисс Эйтен обо всех своих плохих чувствах и плачет. Джихан приходит к Ферату и говорит, извини, это я виноват, и Ферат говорит, не волнуйся, они рано или поздно узнают. Когда Ферат говорит, что хотя он так сильно любит Гуль, он не позволит им забрать его у нее, Джихан обретает настоящую любовь и придает моральный дух терпения. Пока госпожа Кадер лежала в больничной постели, госпожа Азади подошла и сказала, вы нас напугали, вы молоды, вы еще поправитесь. Затем, когда вы поговорите со своей дочерью, она ростом с ее ногу, и посмотрите, что она сделала. Я не соглашусь на это. Даже если семь миров сойдутся воедино, я не соглашусь. Поговорите с вашей дочерью и решите это дело. Выздоравливайте скорее и выходите из комнаты. Пока Гуль грустно плачет в саду, боясь, что что-то случится с ее матерью, к ней приходит Ферат. Мы не сделали ничего плохого, мы просто любили друг друга, мы знали это еще в начале пути, я могу. Я перестаю плакать, и когда она говорит своим прекрасным глазам, Гуль говорит, я разочаровала свою мать. Ферат поднимает ему моральный дух и говорит, что все пройдет. Дилан продолжает плакать, говоря, что все, через что я прошла, было сном, мои настоящие родители мертвы, я даже не знаю их могил, как будто мне отрезали крылья. Я издалека чувствую, что у тебя большие проблемы с Сабихой. Она говорит сама с собой, плача, я подарю тебе ту привязанность, о которой ты даже не можешь сказать барану, но которую не может дать тебе твоя мать. Я буду твоим тайным доверенным лицом, я буду позаботиться о тебе, как о своем собственном ребенке, мы будем вместе плакать и вместе залечивать наши раны. Когда приходит баран и говорит, что я нашел его на дороге и отвел к машине, он был несчастен, баран спрашивает, рассказал ли он что-нибудь. Госпожа Сабиха говорит с вашего разрешения и приходит к барану Дилану, когда уходит. Пока Дилан плачет, Бэрон зовет его. В то время как Севрии и Ханифе беспокоятся о том, расскажет ли Дилан барану, Джефф децлится, потому что у кота проблемы из-за его жизни, а у мясника проблемы из-за мяса. Когда Бэрон держит Дилана за руки и спрашивает, почему ты пришел сюда. Твои родители что-нибудь сказали, Дилан обнимает барана и говорит, просто обними его, ничего не спрашивая. Пока Хасан и госпожа Азади планируют, как спасти Феррата от Гуля, на этот раз Хасан нацелен на семью Дилана. Он спрашивает Азади Ханым, будем ли мы относиться к убийцам моей тети как к джентльменам и служить им. Пока Дилан просто сидит на кровати в своей комнате и тупо смотрит, Бэрон приносит ей суп. Бэрон хочет спросить, но не может, ему интересно, не расстроит ли его снова твоя мать. Когда Дилан не хочет есть, Бэрон кормит его руками. Потом он говорит, я выпью, не уставай, Бэрон говорит, я не устану, но он говорит, я все равно выпью и берет его в руку. В этот момент ему на ум приходят слова Ханифе, Ханифе, они оба умерли, мы тебя воспитали. Бэрон видит, что его руки дрожат и берет суп из рук. Затем он ласкает твое лицо, говоря, Дилан, ты не один, мы держались друг за друга, я с тобой, ты можешь опереться на меня спиной. Госпожа Ханифе и господин Сеет думают о том, что они будут делать, если их услышат. Госпожа Ханифе говорит, что у нас нет другого выбора, кроме как бежать. Пока Дилан задается вопросом, что за люди мои родители, мне больно не знать этого, приходит Бэрон с семейным альбомом в руке. Вместе они смотрят на детскую фотографию Барана и возвращаются в то время, когда он и Дилан поженились. Когда Дилан говорит, что фотографии готовы, Бэрон говорит, что мы заполним следующие страницы и напишем о рождении наших детей, днях рождения, первых табелях успеваемости и обо всем, что мы пережили. Когда Дилан говорит, если никого нет, я твоя семья, я твоя семья, нам больше никто не нужен, Дилан говорит, я знаю, что ты моя семья, ты мое все, и они держатся за руки, и посмотрите друг на друга. Госпожа Сабиха рассказывает о ситуации Дилана с Хевеном и говорит ей, что ей его очень жаль. Он говорит, я не знаю, почему ситуация с этой девушкой меня так сильно ранит, хотя она мне не безразлична. Дилан и Бэрон ложатся. Пока Дилан просто смотрит на грудь Барана, Баран говорит, что спой сейчас и давай начнем новый день завтра. Дилан желает удачи. Баран говорит, что отныне стресс и печаль тебе запрещены, его снова прижимают к груди и ложатся. Госпожа Кадер разговаривает с Гуль, которая ждет рядом с ней, чтобы она отказалась от Феррата. Госпожа Азади говорит ей, что она сделает вашу жизнь невыносимой и что Хасан Бей также заставил свою жену много страдать. Если вы будете настаивать на этом вопросе, я не прощу вам ни прав вашей матери, ни моего молока. Бэрон волнуется, когда просыпается и не может найти с собой Дилана. Дилан готовится и собирается покинуть особняк, потому что думает, что ему нужно хотя бы знать, где находится могила его семьи, когда он видит Ханифе у двери. Как сказал Дилан, я тоже приду к вам, я собираюсь навестить могилу своей семьи. В то время как госпожа Ханифе остановится на колени и плачет, говоря, прости меня, все, что я сделал для своих детей, Дилан не делает этого. Я не позволяю ей держать ее за руку. Он злится, потому что ты украл чью-то жизнь. Дилан говорит, но между нами есть стена, которую я не могу преодолеть, я не мог приспособиться к тебе, я всегда думал, почему ты меня не любишь, это потому что я был твоим отчимом. Мисс Ханифе не принимает предложение решить эту проблему вместе, давайте сядем и поговорим вместе. Пока она говорила, я хочу от тебя чего-нибудь в первый раз, стань матерью хотя бы раз и назови мне могилы моих родителей, позади нее появляется Бэрон. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова